О, я дни покрою, устаю, учи ничего, побудь со мной... Соня Бесенса Содор, говорят, это участь недюжинных людей. А я сам, слушая про себя разного рода сплетни, все больше убеждаюсь в своей недюжинности. Но выиграл я, к сожалению, много, 42 рубля. Пожалуйста, оставьте меня в покое. Тебе заходила Юлия Филиппка. Ко мне? Да. Да, это по поводу спектакля. А ты была в лесу, да? Да, я гуляла. Встретила Рюмс. Убеждение. Жизнь – это искусство видеть во всем радость, красоту. Это искусство есть, пить. Они ругаются, как вандалы. Калия Иванович? Да, да. Мамашка, я с тобой сойду, хорошо? А сейчас, безусловно, как Макс может говорить мне о вечной любви. Ага, дожидается. Посмотрим, дубно, что это. Это вредно для дела, но я буду. У меня нет частной практики. И я не могу бросить это дурацкое место. Потому что большая семья, да, Кирилл? Я уже не единожды это слышала. Лед и снег. Лед и снег. Лед и снег. Морковые небес над вершинами горлов. И бесчисленный очи светил нас снег. Пропотные бегновые, мудрые молчания гордо руслоп. Но как будто затем, чтобы кому то сказать, А не счастье в мире о муках, усталых и... Как это хорошо, грустно и чисто. Слушайте, это надо читать в костюме. Пожалуйста, я понесу. А будет понятно. Ну, насколько я успел вас узнать, почтеннейший Семен Семенович, под словом «дело» вы понимаете выжимание соков из ближних ваших, да? В этом плане, увы, не делали. Ну, посмотрим. Хотя это вашим морелям. С местными дамами. Нет, это брат. Это брат совсем в другом стиле. Это О! Да. Давно ничего не печатаешь или пишешь что-нибудь большое. Роман. Саня. Ты там только будь осторожен, ладно, Марк? Ты тоже. Хорошо. Хорошо. Ну, все. Здесь только людей. У тебя такое лицо. Иди, Петр. Мы кончим эту сцену дома. Клянусь, Юрий, я тебя восприниму. По поводу этих проб. Велик для маленького дела, а для дела крупного я мал. Да ну бросьте. Я же вижу, вам совсем не хочется дурить. Давайте. Ну. Как вам хочется жить? Хорошо. Очень хорошо хочу я жить. Что вы для этого делаете? Ничего. Совершенно ничего не делаю. Соня. Побери. Я не могу. Я не могу жить среди них иначе, чем они живут. Это меня лорут. Я отравлюсь от этой пустостью. Не надо. Всей душой, всем сердцем. Я люблю ваши глаза. Вашу люблю. Вашу речь люблю. Прекратите. Ну вы же видите, что я старуха. Я требую уважения к себе. Я жить не могу. Без дороги, без цели вы заставили меня верить в мои силы. Голубчик, уйдите. Я вас очень прошу. Уйдите. Я понимаю, вы мне уже много дали, но я хочу верить. Я хочу знать, что я достоин не только внимания. Если вы любите его, а он любит вас, то что же? Нет, оттуда. Вы боитесь будущего страдания, но может быть оно далеко впереди. Нет же, я люблю его. Понимаете, я его люблю. Волосы теды, а жить там не хочется. Ведь я голодная. Твой странный мир. Вора Михайловна, мне кажется, я всю жизнь любил вас. Еще не знаю. Не ведь любил. Вы более... Идите вы, ведь человек же я. А я? А я разве не человек? Я что? Только что-то нужное для того, чтобы вам лучше жилось? А это не жестоко, скажите мне. Я знаю, я вижу, вы... Вы не единственный... Это был вас какой-то плавный на сегодня. Разговор зашел о вере. Ну и за что же ты веришь? В общем, ты не скажешь. Я... Я... Только в себя, моя милая Юлька. Я верю в мое право жить так, как я хочу. А я вот не вышла. Я застрелилась бы первой, но боюсь, ты меня обманешь и останешься живым. Бери прочь на руку. Останешься живым. Я не хочу отлучаться с тобой. Мы будем с тобой жить долго-долго. Ты рад? Ну, Юля, так нельзя. Нельзя. Можно. Ну, ты же видишь, можно. А хочешь... Хочешь, я сама тебя застрелила? А потому что... А потому что у меня душа нежная. Как персик. А ты запиши. А ты запиши. Хорошее исправление. Запиши. Сергей, пожалуйста, перестань. Я боюсь, ты скажешь пошлость. Я ведь еще ничего не сказал. Да тебе вообще надо поменьше говорить. Я тебя просила не касаться отношений Марии Львовны к моему брату. Ты взял, разболтал. Потому что я то, что много видел, чтобы веселиться. Вот пошлях. Если бы он не был мужем... Медленно с холодной высоты падают красивые снежинки. Маленькие мертвые цветы кружат на снежинки над землею. Нудные людишки ходят по земле моей отчизны. Ходят и уныло ищут место, где бы можно спрятаться от жизни. Все хотят... Я сразу обращусь к источнику вашего вдохновения. К вам, любезная Мария Львовна. Что? Нет-ка попал. А тебе пора домой. Да подожди ты. Может быть еще что-нибудь интересное уйдет. Ольга, это нехорошо. Иди домой. Ты... Трудно с вами жить. Потому что вы сами эти трудности себе устраивали. Кто ранил? Да кому тут ранен человек? Это не значит сам себя вон вставить. Чистите меня. А что? Что случилось? Доктора? Сергей Доктор? Да доктор! Кто вас ранил? Вам очень больно. Стыдно. Покойно. Порейхал. Порейхал, наприте мне ваши руки. Зачем все это? Так, сударь, успокойтесь. Все, все. Рана не глубокая. Тихо. Дышите. 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 АПЛОДИСМЕНТЫ